Девятое мая Праздник начался с шествия. В нем шли ветераны, сотрудники администрации, учреждения поселков, воспитанники детского сада, учащиеся школ и просто жители поселения, многие из которых прошли в колонии бессмертного полка. Мы будем жить веками, бессмертный полк, победы в нашем пламени, бессмертный полк, бессмертный рядом с нами, бессмертный полк, бессмертный полк. Шествие проследовало до стадиона, где был запланирован торжественный митинг, вознаменование 70-летней победы над фашизмом. Все встали под вынос знамени победы, на почетных местах ветераны. Да, немного их осталось. И если в прошлом году в сельском поселении было 110 ветеранов и тружеников тыла, то в этом их осталось всего 86. Это очень печальные цифры. Осознавая их, начинаешь еще больше ценить не только сам праздник, а тех людей, благодаря которым он стал возможен. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш ратный и трудовой подвиг, за самоотверженность и стойкость, за то, что вы отстояли нашу свободу и право на мирную жизнь. От всей души желаю всем мирного неба над головой, добра, счастья, здоровья, долголетия, благополучия. С праздником, с юбилеем Великой Победы! День Победы пронизан горечий утрат. На поля сражения из Молоковского поселения ушло 783 человека. 446 из них не вернулись. 13 фамилий открыли в архивах в этом юбилейном году. Здесь не прекращается работа, связанная с памятью тех, кто свою жизнь уковал для нас победу. Сегодняшний день, он и день радости от того, что мы победили фашистскую Германию, от того, что мы сейчас живем, и день скорби о тех 27 миллионах, которые погибли в эту войну, и о тех людях, которые умерли после нее и не дожили до светлых дней. В каждой семье есть воевавшие, есть погибшие. И, конечно же, эта война оказала большое влияние на каждого из нас и на всю нашу страну. Очень важно помнить об этом. Дед Василий Самандраков и защитник Ленинграда. Его бабушка Серафима Петровна Зачесова – труженица тыла. Они не дожили до 70-летнего юбилея Победы, но оставили после себя 7 внуков и 14 правнуков, которые с гордостью произносят их имена. Я горжусь имя и горжусь, и буду любить всегда и своим внукам их ставить, да, пример. Для всех, кто сегодня был на митинге, День Победы – это не пустые слова. Это день нового рождения страны и каждого из нас. Это трудно описать словами, если честно. Ну, что такое День Победы? Ну, это жизнь. Победа. Если бы не было Победы, не было бы нас. Вот и все. Это жизнь. 9 мая. И, как можно считать, еще одним днем рождения, наверное. Скорее всего. Потому что, если бы не было Победы, не было бы нас. Мы бы просто не родились. Митинг продолжился праздничным концертом. Красочные и яркие выступления подготовили местные школьники. С горечью и гордостью смотрели ветераны на молодое поколение. Они не только вспоминали свой тяжелый военный путь, но и думали о будущем этих ребят. О войне что можно говорить? Лучше, чтобы ее не было. За чистое небо. Чтобы воин не было. А все у нас какие-то невзгоды бывают. И навязывают нам. Хотя мы и не хотели. Мы так громадной ценой заплатили за Отечественную войну. В связи с последними происшествиями на Украине мы стали понимать, что война – это страшно. Нужно ценить то, что мы сегодня имеем мирное небо над головой и свободу. Вы знаете, вот переполняет. Вот настолько радостно. Вот прямо вот перевыполняет. Но в то же время какая-то тревога. Вот все-таки враги не спят. Они не спят. И вот думаю, господи, лишь бы только ничего не случилось. Лишь бы диверсий никаких не было. Не могу даже говорить без слез. В сельском поселении понимают, что ведь не только в День Победы, но и в любой другой день для героев войны нет и не может быть слишком много благодарности, внимания и заботы. И одна из задач, которую здесь осуществили – это передать это знание будущему поколению. Этот год, он юбилейный, но на самом деле, вот чисто для себя я всегда говорил, что не как таково в юбилее. Каждый год Победы – это по-своему юбилейный победный год. Это наша победа. И передать детям все это – ну, это наша святая обязанность. Май 45-го года навечно вписан не только в мировую историю, но и в историю каждой нашей семьи. И пока жива память о героях, жива наша великая страна. Мы помним. Мы гордимся.